Дмитрий, что вы думаете о перспективах операционной системы Windows Phone? Почему продажа устройств на базе этой операционной системы настолько малых? Еще год назад, чуть больше года назад, у нас не было телефона. У нас были телефоны Windows Phone. Нужно вспоминать, что мы создали телефон за очень короткое время. Создали очень качественный, и мы сделали довольно революционный скачок. Мы изменили интерфейс, логику, концепцию. То есть мы полностью написали с нуля операционную систему и всю логику. Это был очень интересный проект. Мы видим интересную динамику. Важно то, что частью стратегии является партнерство с Nokia. Мы это все знаем. На сегодняшний момент Windows Phone один из самых популярных телефонов в Амазоне. Он занимает первые строчки. Мы говорим про глобальную стратегию. Количество предзаказов на Windows Phone Nokia достиг своего апогея в Европе. Мы говорим про Европу. В Украине. В Украине, я думаю, что с появлением Windows Phone, Nokia, HTC Titan, вот у меня сегодня была встреча с нашими коллегами, одни из розничных сетей, у них очень хорошие, интересные результаты по продаже HTC Titan с момента запуска. Очень интересная динамика. То есть интерес есть, понятно, что цена играет значение, доступность сервисов имеет значение. Мы не отрицаем этого. Мы как локальные представители работаем над тем, чтобы больше и больше сервисов появлялось в Украине. Нужно понимать, что вся красота Windows Phone разворачивается, особенно когда есть сервисы, которые представляет Bing. Когда есть контент, который наполнен, ну скажем, интернет наполненный контентом, например, там расписание в кинотеатрах, список меню в ресторанах, когда они оцифрованы и находятся в той или иной базе. Поэтому у нас очень большая надежда на Windows Phone. Мы четко понимаем, что когда люди берут Windows Phone, они начинают с ним работать, они понимают все свои преимущества. Им он нравится. Вопрос того, с какой скоростью мы будем выводить на рынок, ну давайте оставим это вот так вот за кадром. Не могли бы вы прокомментировать информацию Данский банк Дани о возможной покупке компании Microsoft подразделения смартфонов Nokia? Нет, это, ну, насколько, поскольку я не являюсь тем человеком, который участвует в M&A, я не думаю, что это будет иметь место. Это такая моя точка зрения, потому что у нас есть очень хорошее партнерство. Команда Nokia очень довольна работать с компанией, с командой Microsoft. Есть очень много роликов, есть фидбэков и так далее. Дизайнерам очень понравилось работать вместе, и дизайнерам, и инженерам. Windows Phone на базе Nokia Windows Phone имеет хорошую динамику. Смысл покупать компании, в общем-то, если вы посмотрите Microsoft, у нас очень есть, у нас есть, никогда не создавал, ну, у нас нету желания становиться hardware company. У нас есть несколько тем, которые связаны с hardware. У нас есть специальное подразделение, которое занимается разработкой, дизайном hardware вещей. Но они, как правило, работают в партнерстве для клиентов. Ну, в данном случае, это наши партнеры эти, которые все знают. Вот, поэтому здесь вряд ли будет. То есть мы умеем создавать очень уникальные, интересные железные проекты, но наша, как бы, главная компетенция – это создавать софт. Продолжение следует...